Театральные страсти разгорались в прошедший понедельник на вручении премии Самарская театральная муза. В Доме актера собрались представители всех подмостков губернии. Каждый надеялся на победу, но муза досталась только самым лучшим. Здравствуйте, вы смотрите программу «Город С», с вами Мариана Мирная. И в гостях у меня сегодня как раз эти самые лучшие из лучших. Актеры, лауреаты, давайте мы вас представим. Владимир Лоркин, театр Самарская площадь. Екатерина Репина, также театр Самарская площадь. И театр камерная сцена. Лариса Липунова, здрасте, еще раз. Привет. Здравствуйте. Тут эдки дома расставили, уже торжественное место для них, все нашли. У кого где? В болоте? У меня на фоно. На фортепиано дома, на видном месте. На видном, конечно. Екатерина. У меня тоже на видном месте, у меня единственная полочка дома, на ней все. И статуэтка тоже, да? Все награждены, и статуэтка, в том числе, и Лариса, у тебя? У меня на подоконнике стоит. А там и будет, или просто пока не поджигала? Там отличное место стоит цветы, два больших, и между ними так красиво вписалась статуэтка и диплом. Ну, отлично. Слушайте, ну вот спектакли, которые, вот для меня, во всяком случае, так внутренне оказалось, что много, прям, Театр Самарской площади, три аж премии взяли за спектакль «Кроткая» по Достоевскому, Ларис, ты за «Возвращение» по Платону. Вот и то, и то, вроде как бы немножко разное время, но это все-таки русская классика, да? Истасковалась, и жюри истасковалась тоже по русской классике, по тому, чтобы как-то отмечать и вдохновляться такими произведениями, на ваш взгляд. Володь, у вас широкий репертуар, как вам кажется? Ну, я не знаю, истасковалась ли она. Мне кажется, классика представлена достаточно обширно во всех театрах города, и в том числе и в Самарской площади у нас очень много. Классики просто хорошо сделали, наверное, да? Да, но это, мне кажется, тяжелое очень произведение. Мне кажется, ну, по-такому стасковались. Это мне так кажется. В основном по телевизору все очень легкое, да и в театре очень много всего легкого, комедий. Ну, вообще, конечно, есть тяга к чему-то серьезному и глубокому, я так думаю. Но она же не только у артистов есть, правильно? Режиссеры тоже, вот мне кажется, это тенденция сейчас, что все-таки возврат к... таким серьезным каким-то масштабным произведением, потому что было время, когда что не премьера, то комедия какая-то, да, или что-то коммерческое такое, на что там стопроцентно пойдет зритель и будет покупать билеты, потому что хочется отдохнуть душой, посмеяться, да, повеселиться. А сейчас и режиссеры тоже делают такой выбор. Ну, вот Софья Борисовна Рубина, главный человек в театре «Камерная сцена», как она на это смотрит? Почему был выбран Платонов? Почему возвращение? Ну, Софья Борисовна, вообще, если посмотреть наш репертуар нашего театра «Камерная сцена», то он весь состоит из классических произведений. Чехов, Набоков, Достоевский, Толстой, Платонов, ну, и так далее. Софья Борисовна все-таки поддерживает классический театр, который занимается просветительской деятельностью, заставляет людей о чем-то задуматься, о чем, возможно, они раньше не задумывались или не думали, или в жизни их как-то вот не происходило каких-то вещей, что способствовали бы какому-то задуматься о том, о чем говорится, например, в наших спектаклях. Вот. И если вы придете к нам в театр на любой спектакль, вы увидите непосредственно руку мастера Софьи Борисовны, конечно, вот, которая сама пишет инсценировки, сама ставит. Вот. И на самом деле спасибо ей большое. Я благодаря ей узнала очень много интересных вещей. Было такое, что Софья Борисовна, я знаю Софью Борисовну лично, и бывали такие моменты, она же безумно начитанный человек, один из умнейших, наверное, людей в нашем городе, и когда она так обращается, тоже такая шутка такая театральная, она обращается всегда и говорит, ну, вы же читали, а если ты вдруг не читал что-то, то у тебя начинает пульсировать в голове мысль, что как же так, Софья Борисовна-то думает, что ты это читал, тебя за приличного человека, собственно, принимает, и ты бежишь скорее какое-нибудь, хотя бы краткое содержание в Википедии, начинаешь искать этого произведения, чтобы понимать, о чём она говорит. Было такое, что что-то в процессе там институтской жизни, ну, не успела, не дочитала, а Софья Борисовна заставила тебя всё-таки к этому прийти произведению? Ну, было такое, когда Софья Борисовна опять же обратилась ко мне, ну, Лариса, вы же знаете, да, вы же из Воронежа, вы же там учились, там то-то, то-то, конечно, сама уже дома быстро, так-так, где там, что надо всё это найти, сейчас прочитать. Был такой, и неоднократно было. Я думаю, не со мной одной. Володь, Катерина, такой вопрос. Я знаю, что в театре «Самарская площадь» все, ну, когда выбирается пьеса, тоже бывают такие читки, когда собирается весь коллектив театра, вся труппа, да, и начинаем читать, выбирать, и это совместный такой, да, процесс. Нет такого жёсткого, что вот сказал режиссёр, вот это будем ставить, и там никак иначе. Со спектаклем «Кроткое» как было дело? Со спектаклем «Кроткое» немножко иначе всё было, потому что здесь как раз всё было решено Евгением Борисовичем, он был в Питере, попал на спектакль Ирина Кирученко, был очарован её творчеством, и ему очень захотелось поработать с ним. Ну, а потом у нас Евгений Борисович очень хотелось иметь в репертуаре спектакль по произведению Достоевского. Достоевский. Да. Да, да, всё-таки, но мы не сталкивались ещё с таким тяжёлым материалом. Всё-таки Достоевский, он сложный, прекрасный и сложный. Ну, там эта история такая драматическая, да, то есть это же, ну, на разрыв души. Трагическая. И в «Возвращении Платонова» там тоже всё очень гиперэмоциональное, да, очень много человеческих глубинных таких чувств и эмоций. С ними как вот, как справляться с ними и, ну, грубо говоря, не нести это потом ещё домой и не говорить своим домашним, что я в роли, я в образе. Как это делается? Как вы это делаете, товарищ артист? Мне это сложно даётся, и мне вообще показалось, что после Достоевского я немножко изменился. После работы над этим спектаклем, мне кажется, что я немножко изменился, я стал более мрачный. Я тоже изменился, мне кажется, я стал более светлой. Ну вот. Смотрите, какая разная реакция. Катерина, ну... Трудно, трудно это, конечно. По поводу лауреатства и премий ваших тоже хочется поговорить, потому что премии разные. Лариса – лучшая женская роль, Володя – лучшая мужская роль. И Катерина, как Наталья Юрьевна Носова сказала, что Катерину нужно уже показывать в массы. Лучшая молодая актриса, да, получилась за 2015 год. Каково это? Вот понимать, что за прошлый год вот из всех существующих актрис в Самарском регионе лучшая молодая актриса – это вы. Ну, это приятно. Ну, не знаю, но это такие странные ощущения. Ну, на этом же жизнь не остановилась. Ну, всё, идём дальше. На следующий день мы пошли репетировать, и всё, жизнь пошла по тому же течению. Всё, как обычно. Ну, конечно, только приятно, и всё. Вот насчёт конкуренции тоже всегда мне интересно, потому что, ну, если брать театр оперы и балета, в такой театр в Самаре и в Самарской области такой один, и, по сути, они соревнуются там сами с собой, да, внутри театра. Вот. То в драматических театрах у нас другая история. Здесь всё-таки есть такая прямая конкуренция. У нас много актёров, к счастью. Вот. Насчёт, Володь, вот ваши какие-то, кто были вашими конкурентами? Знаете ли вы, смотрели ли вы это? Или это была вот Сызрань, куда вы не смогли попасть? Да, вот. В связи с этим, да? Наверное, да. Но, по-моему, я... Нет, я, честно говоря, не помню. Там, знаете, когда тебя объявляют, ты после этого уже не слышишь ничего. И, то есть, я тоже не знаю, с кем я конкурировала, потому что ты всё, тебя озвучили, ты сидишь, думаешь, боже, боже, как реагируют, что делать, куда бежать. Тебя ещё все смотрят, и ты так сидишь. И поэтому я даже не знаю, кто был моей конкуренткой. Только мне жалко, что вот нет такой возможности ездить в Сызрань, ездить, посмотреть... Я мечтаю посмотреть все спектакли театра «Грань» или прекрасный театр «Дилижанс», которые, кстати, тоже что-то были отмечены. Я, честно говоря, не помню, что, но «Дилижанс», да, в списке... Ужасно хочется посмотреть вот их работы. Но вот не получается, конечно, занятость большая в театре. Ну вот, по сути же, сейчас в каждом театре практически каждый день идут спектакли, да, или, если даже не спектакли, обязательно репетиция, потому что процесс идёт, и он не останавливается. Вот, на ваш взгляд, есть ли какие-то варианты, может быть, всем собраться вот на три дня в каком-нибудь вот в доме актёра, например, или ещё где-то, и вот конвейером таким... Утром один театр для всех остальных играет. Я вообще за. Я вообще считаю, что театры должны дружить. Вот я приехала, я не из Самары и не училась даже здесь. Я приехала, и у меня было большим удивлением, что театры как-то очень мало дружат. Я, например, никого не знаю. Вот я Ларису узнала только вот на премии. Я не знала, что существует такая актриса. А мне кажется, что должно быть в СТД, это должно быть обязательно, что мы должны как-то все знакомиться и знать о творчестве друг друга. Это же так важно. У нас же очень мало актёров в Самаре. Вы знаете, Владимир Александрович Гальченко сентует на то, что... Особенно молодые актёры сейчас не хотят, что ли, тратить лишнее свободное время на то, чтобы собираться и выходить. То есть им тоже есть чем заняться, потому что у всех же, помимо основной работы в театрах, есть ещё какие-то спектакли, которые в том же Доме актёра делаются совокупностью каких-то актёров. Работает над этим Гальченко, Владимир Александрович. Вот актёрский дом сделал, и вот там имеет возможность встречаться с артистами из разных театров. Там совершенно, да, абсолютно из разных театров. Вот как раз, Катерина, я думаю, что вы можете к Владимиру Александровичу обратиться и сказать «Я хочу». «Я хочу». «Я хочу дружить с другими». С актёрами из других театров. Ларис, насколько... Я знаю, что у тебя тоже была первая такая премия губернская всё-таки. Ну, не золотая маска, конечно, да, всероссийская, но тем не менее на уровне области это очень-очень большая похвала, да, как нам всем кажется. А какие чувства? Вот честно, да, кажется, что вот честно это, да, что заслуженная работа. Или вот каким образом актёры, которые получают эти премии, как вы на них реагируете? Когда вас поощряют, когда вам говорят «Да, вот вы молодцы», и вот вам женщина с крыльями. Ну, у меня было крайней степенью удивления. Я не понимала, за что. Вот так? Ты не оцениваешь свою работу на таком уровне или как? Ну, я не знаю даже, как сказать. Я просто не понимала, почему-то, за что. Когда играла спектакль, мне казалось, что я не достигла того момента, за что можно было дать. То есть было куда ещё, и ещё, и ещё, и ещё, и работа, потому что не останавливаться над спектаклем. Она до сих пор продолжается, продолжаются поиски. Но очень сложно показать человека того времени, который описывает Платонов. Это послевоенная, это 46-й год была написана эта вещь. Как они тогда жили? Что они чувствовали? Какие там у них устойки? Как это всё было? Война. Да это... Я не знаю, что это такое. И дай бог никогда не узнаю этого. Вот. И поиск того, как себя чувствуют эти люди, перечитана куча литературы, там, плюс как-то вот в жизни случаются такие вот моменты, когда... Вот. Вот. Точно. Надо запомнить. Надо запомнить. И быстрей бы, быстрей бы репетиция. Прям думаешь, если быстрей бы, быстрей бы спектакль. Это вот попробовать вот так вот. Вот так вот. Вот это вот точно туда. Вот. И на тот момент, когда приходила жюри, отсматривала спектакль, был хороший спектакль. Но мне казалось, что он должен был быть лучше. Ну, нет предела совершенства. Хочется ещё вот о чём поговорить. Актёры, вы же исследователи и фантазёры, правильно? У вас же не прекращается никогда процесс проработки роли, проработки спектакля в целом. Ну, есть вот эти вот, да, моменты, вот, о которых говорит Лариса тоже, наверное, у вас, Володь и Катерина, что там, я не знаю, ну, в очереди за помидорами же тоже может прийти какая-то идея, которую там хочется тут же опробовать. Или какого-то человека, я знаю, да, актёры часто каких-то персонажей встречают на улице и думают, о, вот у него я вот эту черту какую-то возьму. И вот такой собирательный образ рисуется. Насколько это здорово? Это вообще вот, ну, так бы нормальный человек на вас посмотрит, скажет, ну, немножко, немножко странно это, да, как минимум. А для вас это же обычная история, да, это как раз часть вашей работы? Да, работа. Хотя, я думаю, таких фантазёров много. В спектакле Кроткой какие-то вот были моменты, которые приходилось искать для своих персонажей и занимать у каких-то, у соседа, я не знаю, у какого-то другого человека? Или вот, как Лариса ещё говорит, перечитывать кучу другой попутной литературы, чтобы найти всё-таки вот этот персонаж и себя в этом персонаже? Ну, мне в этом помогала только Ирина Вильямовна Кирученко, ну, режиссёр, который поставил спектакль. То, что трудно найти ещё такую девушку, какую играю я, ну, по крайней мере, сейчас таких точно нет. Ну, вот, Катерина, я на вас смотрю, мне не кажется, что вы вот склонны к суициду или там ещё что-то. Вот такие вот драматические вещи, их же всё равно внутри себя нужно каким-то образом найти и оправдать, да? И вот эту героиню свою, её же нужно оправдать, потому что, как человек, вы же, может быть, ну, вы против, да, суицидов. Вот я, например, против суицида, вот прям категорически. Как оправдать, как оправдывать вот эти поступки и сделать так, чтобы и зритель поверил в то, что да, у неё не было другого выхода? Ну, это наша профессия. То есть всё время, которое мы репетировали, я только делаю, что оправдывала. И как бы сейчас только делаю, каждый спектакль я оправдываю это. Я как бы полностью за неё, у неё не было другого выхода. Поэтому я считаю, что по-другому быть не могло. Да. Вот, Володь, надо считать иначе. Оправдываю своего персонажа. Конечно. А я своего. Я не умеваю, почему всё-таки. А мне это так понятно. А не бывает такого, ну, так, в порядке бреда, что внутри спектакля вот такой сценический конфликт, он не переносится в реальную жизнь? Не бывает таких вещей, что раз таки, ой, ой, мы же уже не играем в спектакль, не будем ссориться. Мы же артисты, но мы же не нормальные. Что сейчас в театре, давайте по очереди, в театре Самарская площадь, что происходит, над чем репетируете? Потому что недавно совершенно тоже встречались с Натальей Юрьевной Носовой, Геннадием Муштаковым. Они рассказали, что идёт процесс, процесс неостановим, непреодолим. Ну, да, процесс идёт, мы репетируем Вишнёвый сад, как знаете уже, наверное. Да, это очень интересно, что из этого получится, потому что я знаю, что долго у вас это идёт всё. Да, мы долго. Ну, вот, думаю, в конце мая у нас будет премьерный, но мы все надеемся. Это же массовый спектакль, да, достаточно, у вас практически вся трупа занята. Вот что, как бы, странно, наверное, неправильно задавать вопрос, что интереснее, да, какие-то спектакли на там двоих-троих людей или массовый. Что вот в массовых спектаклях, чем он вот вкусен и для самих актёров, да, больше партнёров, например, на сцене, какие-то взаимодействия, взаимосвязи. Вот что в массовых таких больших спектаклях, что привлекает, почему нравится? Ну, вот мы сегодня вечером будем играть спектакль массовый. И для меня это всегда такой праздник, потому что вся трупа собирается, мы все, как бы, скучаем друг по другу, я их всех встречаю на сцене, и это так приятно. А когда спектакль, вот, например, кроткая, там, на двоих, на троих, то тут, как бы, всем другие ощущения. Смея такое ощущение праздника. Это ощущение такое работы. Ну, как бы, я очень, нет, это мой любимый спектакль, конечно же, я его очень люблю. Вот, но ощущение праздника у меня в основном на массовых спектаклях, потому что это так здорово, ты смотришь за кулисами, за всеми, а тут даже некогда посмотреть, то есть ты всегда на сцене, и трудно, как бы, оценивать всё это со стороны, и, то есть нет такого ощущения, ты вот играешь, и там, ой, как здорово, мы сейчас играем. Такое невозможно, это невозможно. Вот, а на массовых спектаклях такое возможно, подумать. Ты вот выходишь со своей сцены и думаешь, ой, какой хороший сегодня спектакль. Замечательно. Не знаю, я думаю, чем отличается массово от камерного спектакля, может, ну, просто меньше ответственности. Да, и это прекрасно. Ты можешь спрятаться за кого-нибудь. И это так, вдруг я что-то забыл, да, коллеги подскажут. Я люблю, когда мало ответственности. Я очень это люблю. А когда много, ты же сразу такой груст на плечах. Ларис, чем театр камерная сцена сейчас живёт, что в работе находится? Ну, крайняя премьера в нашем театре была дядя Шкинсон Достоевского. Вот, сейчас у нас на завтра, на 1 апреля, назначена читка нового спектакля. Что за спектакль? Это вечная тайна. Никогда Собя Борисовна до читки не объявляет, чтобы не сорвалось. Может, ставки делаете внутри театра? Да, 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 у нас порой происходят диалоги в стиле, и как вы думаете, что она на этот раз возьмёт? Так, ну, наверное, вот это вот. Нет, не уверен. Так, кто-то ещё что-нибудь. Ну, Достоевский был последний раз, может быть, Пушкин. Ну, каким-то таким образом, если Собя Борисовна по классике идёт. И каждый раз уже, когда приближается дело к читке, у всех есть какая-то общая мысль, что, скорее всего, это будет вот это. И Собя Борисовна каждый раз удивляется. Абсолютно другим. Непредсказуемая женщина. Непредсказуемая женщина. Это хорошо? Конечно. Конечно, хорошо. Потому что если она была бы предсказуемой, она, мне кажется, не была бы настолько интересна человеком. Режиссёр не может быть предсказуемой. Ну да. Ну да. У нас Евгений Борис тоже очень непредсказуемый. Современно какая-то тайна, загадка, что-то. Насчёт своего рода кастингов хочу узнать, как в ваших театрах происходит. Есть ли возможность подать заявку на ту или иную роль? Потому что, когда берётся пьеса, понятно, что режиссёр видит одну картинку в голове, кого назначить, да, на какую роль. А актёр, может быть, видит это несколько иначе. Есть ли возможность попробоваться на то, что тебе именно хочется? Или вот жёстко режиссёр назначил? Ну, конечно, есть. Конечно, ну, формально. Но, правда, мне кажется, у нас вот такой практики нет в Самарской площади. У нас всё очень демократично. У нас берётся, там, если к работе берётся какая-то пьеса, то все пробуются на разные роли. И Евгений Борисович смотрит. Кого лучше выходит. Кого лучше выходит. У нас очень демократично. Но это же здорово, да? То есть получается, что ты по своему какому-то мироощущению на данный момент можешь и вне своего какого-то амплуа, даже выступить и так далее. И показать себя с другой стороны не так, как привык зритель. Да. У вас часто это было, Володь? Вы часто себя пробовали менять сегодня, вот, герой, завтра, там, характерный, там, послезавтра, ещё что-то. Это же полезно для артиста, да? В разных ипостасях себя проявлять. Да, мне кажется, у меня такие роли разноплановые, и это здорово. И для репертуарного листа, наверное, да? Конечно. Что вы смотрите, что я могу. Да, 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 смотрите. Катерина, вы ещё совсем молодая, юная актриса. Сколько лет вы уже после... Ну, я второй сезон в театре. Второй сезон. Ну, вообще, то есть «Самарская площадь» — это ваш первый театр? Ну, грубо говоря, да. Пошли. Первый драматический театр, да. А насколько вот это... То есть, ну, не пожалели ли вы об этом? Утвердились ли вы в том, что, да, не зря был сделан выбор пользы актёрской профессии? Да, безусловно. А, об актёрской профессии? Я думаю, вы про театр. Я рада, что я и в актёрской профессии, и именно в этом театре. Ну, у меня как-то всё очень хорошо сложилось, да, Володя? Как-то сразу пришла. Володя лучший. Ну, он очень опытный, он всё знает, ему со стороны виднее. Ну, я как-то сразу пришла, у нас сразу появился новый спектакль «Русская литература», где у меня такая прекрасная маленькая роль, вот. Потом сразу вот «Кротка», потом другой спектакль «Красный на победу». То есть, потихоньку я, то есть, вхожу так в репертуар, потом даже некоторые вводы. То есть, у меня грех жаловаться, всё прекрасно. И труп, у нас такая замечательная труп, у меня так всех хорошо приняли, я так всех люблю. То есть, всё пока просто сказка. У меня прям улыбка не сходит с лица, когда вы говорите о том, как вы всех любите. Я очень рада, я как-то благодарна судьбе, что так всё случилось. Ларис, как в камерной сцене, есть ли возможность пробоваться? Ну, возможности есть всегда, никто не запрещает. Вот, но Софья Борисовна всегда так раздаёт роли и подпирает, что ребятам нравится. Она никого никогда не обделяет. То есть, у всех всегда в спектакле есть свой кусок, там, своя роль, либо ролище. Вот. И по большей части, особенно в последнее время, у нас занята вся труппа, а труппа у нас, ну, небольшая. Вот, и всем всегда есть над чем работать. Вот, и ребята, никто не жалуется. Всех роли интересные, насыщенные, глубокие, там, с разных сторон их можно. Ну, вот если Софья Борисовна сама ещё инсценировки делает, значит, она же видит, да, если какой-то персонаж в самом, в оригинальном произведении недостаточно прописан, она же что-нибудь и дописать ему может, правильно? Ну, я думаю. Да? Остается у нас буквально там полтора-две минуточки. Хочется пожелать вам больших и ролищ, и ролей хороших, и маленьких ролюшек хороших, чтобы театры процветали и росли, и был свой зритель. Сейчас есть возможность у вас прям коротко пригласить на ближайшие какие-то свои спектакли наших зрителей, прям вот в эту камеру. Володь, приглашай. Да, мы приглашаем. Буквально 3 апреля. Приходите на короткую. Будем рады. Да, приходите. Лариса, приглашай тоже. Ну, спектакль «Возвращение» состоится 17 апреля. Мы будем очень рады видеть вас в нашем зрительном зале. Спасибо огромное актёрам, которые пришли. Поздравляем их ещё раз с лауреатством. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok